Привет-привет! Вы на канале Игры с куклами. И сегодня мы будем собирать, не консультирую, а мозаику Кроха. Мы продолжаем собирать картинки из мозаики Крохи. И следующая картинка, которая у нас на очереди, это картинка Птичка. Она как раз сейчас нам актуальна, так как у нас сегодня первый день весны. Пришла уже весна к нам, долгожданная. Я думаю, что все мы ее ждали, и взрослые, и дети. Все очень ждут весны. Ну, а некоторые, может, и... Все любят и зиму, и осень, и лето, но когда долго зима, хочется уже весны. Я думаю, что все уже соскучились за птичками, за цветочками весенними. А некоторые уже еще хотят покататься на санках. И вот к нам прилетают птицы, возвращаются с теплых краев. Птицы, те, которые у нас зимовали, есть, конечно. Не все птички улетали, но есть те, которые к нам возвращаются. И сейчас они все начинают очень красиво петь под нашими окошками. И вот сегодня мы соберем рисунок птички. Итак, начинаем собирать травку зеленую, да? Раз, два, три. Работер, помогай мне собирать тоже. Сейчас. Давай, быстренько. Сейчас мы посмотрим, помещаются ли у нас все. А ну, там на рисунке раз, два, три, четыре, да? И у нас тоже четыре зеленые, да? Все правильно. Так, у нас есть уже травка и есть ножки нашей птички. Сейчас мы немножечко опустим, чтобы вам было видно. Так, дальше. Поднимаемся. Я поднимаю травку зеленую собирать дальше. Тук, тук, тук. Ой, кто там к нам стучится? Фух, еле долетел. Долетел? Тебя не видно. Ну, покажи всем, кто же это к нам пришел? Привет, ребята. Привет, Мишка. А откуда ты к нам пришел? Я прилетел из... Северного полюса? Из Северного полюса, да. Ты захотел к нам? У нас тепло, уже весна. И ты решил к нам приехать в гости? Да. Ну, какой ты молодец. Мы очень рады тебя видеть. Я очень захотела посмотреть на ваше солнце. У нас здесь тепло. Ох, какой ты молодец. Мы очень рады тебя приветствовать. Привет, ребята. Ребята, все, наверное, с тобой поздоровались. Всем сказали тебе привет. И мы тоже тебя приветствуем. Сегодня у нас в гостях. Садись, посмотри, как ты сегодня. Я хоть уже и был, но тогда улетел назад, потому что еще не было весны. Ага, ну хорошо, садись. Мы будем собирать сегодня птичку, а ты посмотришь, что у нас получится. Ой, Рапунцель перевернулась, да? Вот, смотри, Мишка сел, чтобы нам было видно. А только нам его почему-то плохо видно. О, вот так, все. Итак, приступаем дальше. Мы собираем... Что вы собираете? Мы собираем птичку. Ведь сейчас весна, и птички все возвращаются с теплых краев к нам. Ой, а я никогда не видел птичек. Эй, да ты что? А в лесу ты же, когда бегаешь летом, ягоды собираешь, что там нету птичек? Ну, обычно я летом, может, и там, где зима обычно, в Северном полюсе. А, конечно, ты вот этого птичек не видел. Но вот сегодня ты к нам пришел в гости, ты увидишь на картинке птичку. А если ты останешься еще у нас немножко, то скоро ты увидишь очень много у нас птичек. Они все вернутся с теплых краев. И я решил, что я теперь все лето и все весну буду у вас. Ой, как хорошо, как здорово. А ты будешь к нам приходить в гости? Да, конечно. А может, еще и на осень останусь. Хорошо. Может, еще больше, не знаю еще. Мы будем рады, если ты останешься у нас. И будем с удовольствием принимать тебя к себе в гости. Ты будешь приходить к нам в гости? Да. Ну, хорошо. Я буду вам рассказывать, что мы кушаем там, что мы там занимаемся. Хорошо. Нам очень интересно уже узнать. Ты нас уже прям заинтриговал. Мы уже теперь... Может, я, может, с вами что-то приготовлю. Напирать мед. Ага, хорошо. Вернее, наверное, мы тебя будем угощать медом. Хорошо? Хорошо. Мы тебя угостим медом. Так как ты очень любишь мед, мы тебе его дадим. На следующий раз ты придешь к нам на чай, и мы будем пить пирог с медом. И пить чай. Есть пирог с медом и пить чай. Хорошо? Хорошо. Мы договорились. Хорошо. Мы тебя приглашаем на следующий раз к нам на чаепитие. Мы пригласим еще Барби, девочек-подружек наших. Что-то я неправильно сделала, да? Мы так с Мишкой заговорились, что неправильно поставили. На следующий раз мы пригласим Барби, Ла-Ла-Лупси, Эли, Штефи. Всех пригласим и устроим чай. Еще вы давно не видели лиси, можете еще пригласить. Ну, увидим, да. У кого из девочек получится, те и придут к нам в гости. Мы поиграемся, а тебя угостим медом. Я по три уже. Давай желтеньких сюда. На работу. Так. Я начну уже голубеньким небо. Что-то там у меня падает. Здесь не все голубое. Множко для точек останется, да? Собирай, собирай. А, здесь уже нужен желтый ряд. Вот сюда поставь. У меня желтых уже нет. Но здесь нужно желтенького цвета добавить. Так что я здесь правильно все собрала. Еще вот здесь силенький должен быть. Вот так. Так, вот так. Вот так. Что у тебя там? Ага, у тебя здесь зелененький еще нужен. Красный нужно добавить. Да? Не знаем точно ли тут все упадут. Все. Ну, попробуем. Так. Мы не будем здесь цветочек, наверное, красный на рисунке. Мы просто зелененького добавим. Хорошо? Давай, заканчиваем уже. Голубенького добавляй сюда здесь. Так, вот так вверх-то. И давай еще вот сюда зелененького. Здесь? Здесь точка белая у нас будет. Правильно? Нет, что-то у нас немножко много вышло. Получилось там только пять должно быть. А у нас получилась точка из раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Из семи деталек. Наверное, мы немножко неправильно сделали, да? Что-то не вижу я в чем ошибка наша. Ну, ладно, пускай будет так. Не обязательно все делать, как на картинке. Вот, посмотрите, ребята, как красиво у нас получилась наша птичка. Вот, какая она сверкающая, ярко-желтым цветом. Прелестная птичка. Правда? Мишка, ну, посмотри, тебе нравится? Скажи нам. Да, очень. Ребята, а вы знаете сказки про Мишек? Если вы знаете, пишите в комментариях. Слышали, ребята, что писал нам, что нам попросил наш Мишка? Он хочет, чтобы вы написали такие сказки. Вы знаете про Мишек. Обязательно пишите, отвечайте нашим Мишке. И пишите, какую бы сказку вы хотели бы услышать, чтобы мы вам прочитали еще. Ну, все. На этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не пропускайте новые видео. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.